Семь протоколов из-за каких-то полчаса. Сегодня на улицах Ярославля прошел рейд по проверке пассажирских перевозок. Одним досталось от сотрудников ГИБДД, другим от службы судебных приставов. Моя коллега Алена Лисенкова участвовала в незапланированном рейде. Сотрудники ГИБДД останавливают маршрутку за маршруткой. Сегодня инспекторы тщательно проверяют общественный транспорт, техническое состояние маршрутных такси. Критериев оценки несколько. Вердикты инспекторов водители ждут, затаив дыхание. И, к сожалению, зачастую он нетушителен. Нарушения найдены в каждом втором транспортном средстве. А ведь они перевозят людей. Неработающие световые приборы, блокированные ремни безопасности. Рисунок протектора из-за одного автобуса. Отсутствуют медицинские аптечки, они тушители. А тем, кому удалось пройти достойно проверку ГИБДД, предстояла еще одна. В судебной приставе совместно с налоговой службой тоже устроили рейд, но уже по явлению неплательщиков. Приставы проверяют на все имеющиеся задолженности, административные штрафы и иные долги. Налоговая служба проверяет свою часть. Как результат, несколько автотранспортных средств оказались под арестом. У водителей маршрутных такси арестовали сотовые телефоны, то есть имущество, которое оказалось в данный момент при себе. Один из водителей оказался неплательщиком алиментов. Должником теперь займутся. У других арестованы суммы, соответствующие неоплаченным штрафам за нарушение правил дорожного движения. А что думают о человеке за рулем общественного транспорта в Ярославле сами пассажиры? Это мы решили выяснить на улицах города. Я не обращаю на это внимания. Я основное слушаю музыку в автоисе. Не замечала, чтобы было там казус какие-то. Обычно разговаривают по телефону. Как-то аварии были. Гоняют, друг друга обгоняют. Очень страшно на некоторых маршрутках кататься. Рейды, подобные сегодняшнему, в городе проводят регулярно. Качественных услуг, причем совершенно неважно, муниципальных или частных, от перевозчиков требует руководство Ярославля. Алена Лисенкова, Михаил Орлов, Максим Сушанов. Новости города.